доброе утро уважаемые коллеги здравствуйте приветствовать третий день у нас с представителями отелей мальдивского направления скажите пожалуйста как меня слышно видно все ли хорошо со связью пишите пожалуйста в чат надеюсь у всех прекрасное настроение я напоминаю что если у вас возникли технические неполадки пожалуйста обращайтесь нашу техподдержку данный вебинар если все-таки у вас не получится поприсутствовать на полностью на протяжении всего вебинара я напоминаю что у нас сегодня три это отели candima heritans и 2 отеля тач вебинар займет примерно около двух часов и если у вас на протяжении часов не получится посмотреть полностью или вы решите освежить память заходите к нам на youtube канал anex tour или сайт в раздел вебинары архивы вебинаров там это прикреплена ссылка на запись я приглашаю сейчас студию марину она расскажет вам про отель candima и желаю всем приятного просмотра и прослушивания и легкого марина примите пожалуйста приглашение коллеги приветствую доброе утро все слышно видно доброе утро ну еще раз здравствуйте и буду рассказывать сейчас про отель candima рассказывать про наши особенности что мы себя представляем почему мы себя называем лайфстайл курортом почему мы отличаемся от других и собственно кого нам отправлять отправлять к нам как мы всегда говорим всех особенно все кто сомневается ехать четверку или пятерку либо хочет получить наверное какой-то необычный опыт от отдыха на мальдивах да потому что мы все-таки в своем отеле стараемся ломать стереотипы о мальдивских островах вот и предлагать гостям абсолютно все возможные услуги так чтобы гости себя чувствовали абсолютно спокойно свободно и им было чем заняться где расположен наш отель отель наш расположен на отеле далу это южная сторона мальдивских островов многие очень часто спрашивают занимает отель трех километровый остров поэтому мы можем действительно похвастаться очень длинным большим пляжем пляжем чистым сразу по поводу пляжа говоришь то что пляж у нас чистится два раза в день это очень важно гостям и большая часть номерного фонда у нас выходит непосредственно к пляжу выходит к лагуне вот обо всем поподробнее и так как до нас добраться мы находимся в 175 километрах от аэропорта вилана можно к нам добраться двумя способами либо гидросамолетом летает только в дневное время в светлое время суток это важно либо можно добраться внутренними авиалиниями самолетами авиакомпании манта air и гидросамолеты и внутренние авиалинии представляет нам данный партнер авиакомпания новая авиакомпании год авиакомпания летает по заранее распланированным мир соответственно полетной программе и можно всегда посмотреть подобрать трансфер либо у них на сайте либо на сайте нашего отеля если это внутренние авиалинии то перелет будет заниматься 30 минут внутренними авиалиниями и 20 минут скоростным катером собственно вот так вот выглядит с левой стороны аэропорт далу представлен аэропорт новый очень комфортабельным а если это гидросамолеты время в пути займет 45 минут по поводу лаунж зон у нас очень часто спрашивают смотрите коллеги если это гидросамолет лаунж зона предоставляется за дополнительную плату в отдельном лаунж-зале авиакомпании манта если это зал ожидания просто гидросамолета он предоставляется бесплатно что касается внутренних авиалиний если гости ими пользуются то можно заказать лаунж-зал за дополнительную плату непосредственно в аэропорту в терминале domestic то есть ну за дополнительной соответственно зал ожидания общий он будет бесплатным и так гости добираются в аэропорт и соответственно здесь на карте можно посмотреть что такое что из себя представляет кондима отель занимает практически весь остров как вы видите аква-виллы расположены с правой стороны то есть они у нас занимает немножко отдельно размер острова три километра центральная часть центральной части у нас расположена основное скажем так место тусовки то есть у нас расположен пирс прилета от которого идет соответственно который идет к ресепшену рядом с ним расположены бар и рестораны с левой стороны расположены виллы с правой стороны по лагуне как раз расположены beach sky studio и сейчас я про вам буду рассказывать до длина острова три километра за зона прилета стоимость за он лаунж зоны если это гидросамолет 25 плюс плюс на одного человека два часа если это доместик то около 22 плюс плюс то есть плюс плюс это соответственно такси налоги которые необходимо дополнять добавлять цена на одного человека за два часа стоимость лаунж зоны в доместик можно всегда уточнить актуальную стоимость на сайте аэропорта внутренних авиалиний и так гости когда приезжают в наш отель они попадают зону очки не просто зона зона которую мы также скажем так как сказать рассказываем что она может быть зоной отдыха просто прийти посидеть пообщаться может быть игровой зоной здесь же находится два небольших конференц-зала то есть они находятся как раз за спинами сотрудников как видите на фотографии в данной зоне прилета гостей встречают гостям рассказывают про отель гостям еще раз напоминают про обязательное желательно обязательно скажем так для комфорта гостей пребывания закачивания нашего приложения наше приложение можно скачать либо google либо apple store она так и называется кондима и мы очень всегда рекомендуем делать это заранее потому что гостям будет очень удобно они будут узнавать абсолютно все новости они всегда смогут связаться с сотрудниками отелей если нужно решить какие-то вопросы банально они могут всегда заказать доставку еды в номера они могут заказать экскурсии так далее так далее поэтому приложение пожалуйста всегда рекомендуйте своим гостям далее когда гости приехали гостям все рассказали у гостей забирают чемоданы и здесь начинать самое интересное гости у нас добираются до номеров самостоятельно то есть сотрудники отеля им говорят где находится номера они говорят соответственно номер комнаты вот и гости уже пользуются вот с левой стороны вы видите наш candy мобиль то есть таким вот автобусиком они говорят номер комнаты водителю и когда он их подводит он им говорит что комната такая то пожалуйста вот здесь вот находится ваш номер то есть как таковой соответственно сервиса с белл боя мы не предоставляем то есть пожалуйста об этом предупреждайте гостей то важно точно так же как на острове у нас нету как такового индивидуального трансфера или аренда баги каров то есть у нас это не предусмотрено но у нас предусмотрены автобусы candy мобили которые курсируют по острову 6 утра до соответственно 12 ночи каждые 10-15 минут по территории отеля расположены остановочки то есть и после по пути следования автобусика то есть гости всегда могут остановить даже если они идут например гулять по острову вот такой автобусик и воспользоваться и доехать до туда куда им нужно либо второй вариант это взять в аренду велосипед стоимость аренды велосипеда составляет 12 долларов в сутки и как бы если соответственно берется на 5 6 дней 7 там и аренда велосипеда то тогда суточная стоимость она будет снижаться то есть данную услугу можно будет уточнить в нашем центре аренды велосипедов но уже передвигаться по острову соответственно велосипеде вот ну или конечно же мы всегда рекомендуем передвигаться пешком потому что остров большой красивый достаточно тенистая зона и достаточно симпатично интересно погулять итак переходим к номерам номера студия sky beach studio это номера которые у нас стандартные то есть которые все начинается скажем так расположены они у нас вот в таких вот блоках в каждом блоке расположено четыре номера два номера на первом этаже это beach studio и два номера на втором этаже это sky studio а также у нас есть на втором этаже восемь номеров категории family sky studio все номера отеля подразумевает размещение четырех человек четырех взрослых человек либо же размещение два взрослых два ребенка либо как вариант если у вас два взрослых два ребенка и плюс инфант то такой вариант размещения мы тоже рассматриваем и мы его тоже предоставляем то есть обязательно делайте запрос Делайте пометку. Единственное, что может быть, стоит предупредить гостей, что тогда не совсем будет удобно размещаться в номере, потому что когда доставляется детская кроватка для инфанта, то место в номере остается достаточно мапой. Итак, данные номера выходят к лагуне, то есть они стоят прямо на берегу. Внутри убранства, как вы видите, достаточно светлые тона, опять же, не совсем типичные для Мальдивы, то есть они, наверное, все-таки более типичны для средиземноморских отелей. Над номерами работали дизайнеры, и, соответственно, специально номера были продуманы для формирования такого открытого общего пространства и для комфорта гостей. Все номера абсолютно оборудованы большой двуспальной кроватью, и с правой стороны вы видите диван, который раскладывается в полноценное двуспальное место. То есть поэтому мы и говорим, то есть мы либо можем разместить, как, соответственно, твин номера использовать, либо мы можем разместить два взрослых, два ребенка, то есть, пожалуйста, такое размещение возможно. Все номера оборудованы сейфами, мини-барами, во все номера ежедневно ставятся две бутылки питьевой воды, это услуга бесплатна. Во всех номерах есть переходник, это обязательно, это важно, потому что розетки нестандартные, розетки стандарта, соответственно, британские, в каждом номере по одной розетке, поэтому, соответственно, предупреждайте гостей, что есть смысл либо, соответственно, взять с собой, купить, потому что у многих путешественников они есть, вот эти вот переходники-адаптеры, либо они всегда могут запросить в HQ, в Вади-сервисе, принести им дополнительные переходники. Также есть в номерах полотенца, халаты, тапочки, это во всех номерах. Мини-бар платный, да, мини-бар за дополнительную плату, изначально гости, когда заезжают, мини-бары не заполнены, потому что концепции питания у нас разные, о них чуть позже расскажу, соответственно, мини-бар заполняется по запросу гостей. Из тонкости отеля, вот пока мы сейчас тоже говорим, в отеле есть обязательный депозит, обязательный депозит составляет 100 долларов за номер в сутки, неважно, на какой системе питания вы размещаетесь, как бы единственное исключение, это если все включено, система питания, то тогда депозит будет 50 долларов за номер в сутки. Депозит обязателен, он берется по приезду, либо наличной, либо безналичной, и по выезду, соответственно, гостям возвращается разница. Для чего мы это делаем? На курорте не предусмотрено использование наличными кредитными картами, то есть абсолютно все услуги, которые гости используют, они записывают на номер комнаты, и перед выездом, соответственно, эта сумма, затрат, она уже вычитывается из депозита, то есть абсолютно везде, это будут магазины, это будут бары, это будут кафе, рестораны, тот же мини-бар, спа-центр и так далее, то есть сотрудники, они ограничены от, соответственно, как скажешь, взаимодействия с деньгами, то есть, ну и опять же для удобства гостей, вот, не носить с собой кошелек наличную и так далее. Итак, на фотографии вы видите террасу, терраса Sky Studio, большая, 15-метровая, на первом этаже в Beach Studio расположена абсолютно идентичная терраса, на ней тоже стоит такая же кочей, гости у нас ее очень любят. Это категория номера, соответственно, Beach Studio, то есть выход получается на террасу и прямой выход к морю, к океану в нашем случае, соответственно, к каждому номеру предусмотрены по два лежака, но по-разному, гости иногда пользуются, соответственно, этими лежаками, иногда уходят в Beach или Beach Bar или, соответственно, Breeze Bar. Чуть позже я вам покажу эти зоны отдыха, которые у нас очень любят гости. Следующая категория номеров – это Beach Villa и Beach Pool Villa с джакузи. Таких номеров у нас, то есть такие номера у нас внутри по компоновке одинаковые, исключение составляет то, что Beach Pool Villa с бассейном, и они делятся на две категории – Sunrise и Sunset. Я сейчас вам покажу разницу. Соответственно, вот эта категория Beach Pool Villa с джакузи, соответственно, вы видите, что находится бассейн перед виллой. Вот категория номера Beach Pool Villa с джакузи – это категория Sunset. То есть это та категория, которая выходит в лагуну. Таких вилл у нас 15. Это важно, потому что здесь хороший заход в море, и эти категории виллы чуть подороже, нежели чем категория вилл Sunrise Beach Pool Villa с джакузи, потому что Sunrise находится с другой стороны острова, и там вход в море, вход в океан, он не очень хороший, то есть там есть небольшой пляж, но гости ходят на пляж, соответственно, на другую сторону острова. То есть предупреждайте об этом гостей, ну или всегда можете написать нам, мы вам подтвердим, как бы, соответственно, объясним разницу. Соответственно, виллы сверху, они выглядят у нас вот так вот. Внутреннее убранство вилл. Еще раз повторю, что все три категории вилл, соответственно, Sunset, Sunrise, Beach Pool Villa, джакузи или просто Beach Villa, джакузи, внутри имеют вот такое вот убранство. То есть, опять же, большая кровать и, соответственно, диван, который раскладывается в полноценную спальное место, терраса. И самое интересное, наверное, в этих категориях – это ванная комната. Ванная комната – это наполовину, под открытым небом, наполовину под крышей, под открытым небом, как вы видите, тропический душ, такой небольшой диванчик для отдыха и джакузи. Под закрытым, под крышей, соответственно, находится ванная комната, еще одна душевая кабина, туалет и раковина. Вот, у нас на сайте можно посмотреть фотографии данных номеров в проекции 3D, то есть и прям посмотреть, походить, изучить более детально. Следующая категория – это аквавиллы и аквавиллы с джакузи. Данные виллы находятся у нас на ветке. Вот наша замечательная веточка отдельная. И они представлены вот таким вот форматом. То есть, как вы видите, они перекрыты от соседей, у нас очень часто спрашивают. Вот у всех номеров выход в океан, то есть у всех есть мостик и выход в лагуну. Если это бич-вилла, аквавилла, джакузи, то, соответственно, есть джакузи на террасе. Если это аквавилла без джакузи, то джакузи нет. Внутри номера абсолютно идентичные. То есть убранство, опять же, большая двуспальная кровать и диван, который раскладывается, ванная комната собственная. Ну, вот так вот они выглядят внутри. То есть, с другой стороны, если их рассматривать. И, соответственно, ванная комната представлена душевой кабиной, соответственно, ванной и раковиной, и туалетом. И, конечно же, панорамный вид на океан, в лагуну, либо в другую сторону, опять же, на океан. Еще одна фотография виллы. И самая большая наша вилла, их у нас две, это ханимун аквавилла. Они находятся на краю нашей рыбки, как мы ее называем. Это две виллы, ханимун, два самых дорогих номера отеля, которые состоят из двух комнат. В одной комнате стоит двуспальная кровать, в другой комнате стоит, соответственно, диван, который раскладывается в двуспальное место. И гордость этих вилл – это большой бассейн инфинити на, соответственно, террасе. Если гости интересуются данной категорией, мы всегда советуем заранее их бронировать, потому что они у нас очень востребованы, гости у нас их очень любят. По поводу размещения детей в категориях аквавилл. Мы детей размещаем, неважно, это будет аквавилла, либо это будет ханимун вилла, но под ответственность родителей, потому что если детишки небольшие, то есть 2-4 годика, то они достаточно активны, и, в общем-то, родители должны понимать, наверное, какие-то риски, связанные с размещением детей над водой, скажем так, виллах над водой, но мы не запрещаем, пожалуйста, как будет удобно. И последняя категория – это Ocean Poe Villas. Виллы, как мы называем, для интровертов. Как вы видите, они расположены наполовину на суше, наполовину над водой. У нас их очень любят молодожены, потому что здесь их никто не будет им мешать, их отвлекать, я не знаю, и перед виллой точно никто ходить не будет. Они с видом в океан, то есть единственное, на пляж надо будет ходить на противоположную сторону острова, например, в Бриз-бар или в Бич-клуб. Виллы со своим бассейном, с вот таким вот внутренним убранством, с достаточно большой террасой. Ванные комнаты абсолютно идентичны, как в аквавиллах. Далее мы сейчас с вами переходим к питанию. Одна из наших гордостей, то есть так как территория большая, у нас 10 мест, где можно покушать, попить, погулять. То есть постоянно у нас проводятся какие-то вечера, мероприятия, играют диджеи, живая музыка, то есть у нас скучно не бывает. Два главных ресторана – представлены Flavor и представлены Zest. Вход лучше у Sunset. Flavor и Zest – рестораны по принципу открытой кухни, шведского стола. Завтраки, обеды, ужины сервируются здесь. Сразу по поводу полупансиона и полного пансиона. В отеле идет котировка полупансион плюс, полный пансион плюс. Что это означает? То есть это во время завтрака и ужина, либо во время завтрака, обеда и ужина будут бесплатно предоставляться напитки безалкогольные в неограничном количестве. То есть это вода, чай, кофе, софт-напинки, кола, фанта, спрайт и пакетированные соки. Предупреждайте по этому поводу костям. Алкогольные напитки в плюс не входят. Flavor и Zest. Flavor у нас находится в центральной части острова. Представлен вот, скажем так, такой достаточно открытой красивой зоной. Рядом с ним находится Breeze Bar, рядом с ним находится ресторан Azur, кафе Deli. И ресторан Zest, он представлен в другой части острова. То есть он ближе находится к ветке с вилами. Как вы видите, у него пол песчаный, в отличие от предыдущего ресторана. И он более в такой вот легкой атмосфере представлен. Но смысл абсолютно тот же самый. Соответственно, это шведский стол. Вот на картинке можно увидеть. Рядом с рестораном Zest находится Beach Club. То есть зона тоже, в которой очень любят отдыхать гости. Рядом же находится кафе Aroma. И рядом находится ресторан Smoked. Это ресторан Alicard. Идем дальше. Ресторан Azur. Alicard ресторан работает в обед и ужин. Блюда, которые здесь представлены, это вегетарианская еда. Это блюда средиземноморской кухни. Если гости отдыхают в Брисбаре, то, например, на обед они могут заказать еду из Азур ресторана. Находится на пляже. Вечером очень любим делать вот такие вот красивые мероприятия. Вот возле этого ресторана. И также какие-то приватные ужины тоже любим делать в Азур ресторане. Кафе Deli. Deli – это гастрономический бутик, в котором гости могут купить какие-то вкусные вещи. То есть, я не знаю, конфетки, печеньки, свежесваренный кофе, свежую выпечку и так далее. В концепте питания платя, но все включено. Но в Deli есть дневной лимит, в котором можно, соответственно, брать какие-то продукты, ну, соответственно, бесплатно. Во всех остальных планах питания он, соответственно, за дополнительную плату. Также здесь есть селекция вин, то есть гости, если хотят попить вина, они могут прийти в Deli. И также есть виски, тоже виски-уголок. Также гости могут прийти попить виски. Находится возле Fever. Кафе Aroma находится на озере, находится рядом с рестораном Zest. С левой стороны находится арт-студия наша, с правой стороны находится кафе Aroma. Очень любим кафе Aroma. Внутри оно выглядит вот так. Очень любят наши гости. Свежайшая выпечка, наше мороженое, кофе с 10 часов утра до 6 часов вечера. Гости, мы их всегда ждем, и они очень любят приходить и отдыхать в данном месте. Соответственно, из каких-то тонкостей, здесь каждый день в 5 часов вечера сотрудники кормят рыб, которые живут в нашем озере. Бриз-бар. Ну, бриз-бар – это место тусовки, это центральная часть острова, это бар, который открыт с утра и до вечера, с бассейном Infinity, с вечерними программами, с живой музыкой, с диджеем. Там же есть кальян, очень многие спрашивают, и там же постоянно проходят какие-то мероприятия. Выглядит оно вот так вот. План мероприятий, который будет вечером, ну и днем в том числе, можно узнать, соответственно, в нашем приложении. Здесь же пляжная зона, там же стоят зонтики-шезлонги, и гости могут всегда прийти и полежать на пляже, соответственно, возле бриз-бара. Вот так вот он выглядит, такие вот зоны внутренние, бассейн Infinity, это бриз-бар. Сидраган – а-ля карт-ресторан, ресторан паназиатской кухни, свежих морепродуктов, работает в обеденное и вечернее время, иногда в вечернее время работает в определенные дни, соответственно, все а-ля карт-рестораны, неважно, это будет Сидраган или это будет, например, Смок, требуют предварительной записи. Это обязательно, в Азор вечером тоже, пожалуйста, предупреждайте гостей. Здесь у нас рыба-морепродукты, представлено, есть терраса на улице, есть, соответственно, зона внутри. Рядом с ним находится Фабиден бар, бар для взрослых, как мы его называем. Он работает также практически каждый день, в зависимости от забрузки гостей, но сюда могут прийти гости уже просто потусоваться вечером, потому что играет диджей, достаточно обширная коктейльная карта, есть терраса небольшая на улице и внутренняя зона. И бич-клуб, который находится возле ветки с, соответственно, с аквавилами и который находится возле заст-ресторана, представлен также большим бассейном, зоной отдыха и пляжной зоной. То есть, пожалуйста, гости тоже могут приходить отдыхать, услуга совершенно бесплатная. Рядом с ним находится ресторан Смокт, это гриль-ресторан, это свежая рыба на гриле, овощи, мясо, работает в определенные дни, работает только на ужин. Соответственно, зона есть как на улице, так и внутри. Если гости хотят делать какой-то приватный ужин, барбекю и так далее, то очень часто мы советуем использовать зону Смокт-ресторана для данных, соответственно, мероприятий. Наша гордость – это Кандиланд, это детский клуб, один из самых больших клубов на Мальдивах. Открыт он с 9 часов утра до 7 часов вечера. Принимаются дети с 4 до 12 лет. Дети с родителями могут приходить, соответственно, совершенно бесплатно посещать данное место. Представлен зоной открытой с корабликом, с стеной для скалолазания, с различными детскими площадками и закрытой зоной, в которой находится достаточно большое количество каких-то развивающих игр. Соответственно, постоянно с детишками проводят мероприятия, то есть детьми занимаются. Если нужна няня, услуги няни предоставляются, в том числе для совсем маленьких гостей, они за дополнительную плату. Что касается русскоговорящего сотрудника, в мини-клубе на данный момент русскоговорящего сотрудника нет, но это вот такая вот тонкость, потому что гости спрашивают. Спа-центр расположен, у нас достаточно большой спа-центр, расположен он тоже недалеко как раз от детского клуба. Соответственно, представляем различные абсолютно виды массажа и так далее. У нас на сайте можно зайти и посмотреть прям стоимость услуг и заранее сориентировать гостей, сколько будет стоить спа-услуги. И мы очень рекомендуем это делать. Зона разделена на женскую и мужскую, но при этом как бы все комнаты для массажа, они подразумевают размещение двух человек. И если гости хотят сходить вдвоем на массаж, пожалуйста, милости просим. Соответственно, спортзал. Спортзал у нас доступен абсолютно для всех гостей. Доступен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Услуги тренера за дополнительную плату. И рядом со спортзалом находится бассейн с противотоком. Это третий бассейн на острове. Достаточно тихая, спокойная зона. И гости у нас очень любят, кто ищет тишинное уединение, именно отдыхать в данном бассейне. Также у нас есть комната для йоги. Как вы видите, и для воздушной йоги в том числе. То есть каждый день проводятся занятия. Информацию можно узнать из приложения, либо позвонив на ресепшн, либо просто подойдя к спортцентру. Также у нас есть футбольное поле и теннисное поле. Аренда футбольного и теннисного оборудования бесплатна. Теннис на ракетке у нас бесплатно. Так же, как и теннисные мячи. Каждый вечер команда Кандимы в 5 часов вечера играет в футбол. Если гости хотят присоединиться, могут присоединиться. Если у вас едет группа или какое-то специальное мероприятие, пожалуйста, мы готовы сдавать в аренду и обсуждать. Медицинский центр. Очень актуально на данный момент. У Кандима свой медицинский центр. Врачи у нас из Германии. Берется тест на коронавирус. То есть он берется у нас непосредственно в отеле за 72 часа до вылета. Стоимость теста 185 долларов на данный момент. И если, наверное, что-то случилось с гостями, то есть медицинский центр оборудован по последнему слову технике, и мы всегда можем оказать помощь гостям непосредственно на месте. То есть, ну, в общем-то, это плюс. Как вы видите, то есть у нас есть и барокамеры, у нас есть и томатологический кабинет, кабинет УЗИ. То есть, ну, надеюсь, всегда надеемся, что не пригодится, как бы, но на всякий случай гостям предоставляем услуги. Кула арт. Кула арт студия – это тоже наша гордость. Это наша арт-студио на территории отеля. Если гости заскучали, могут прийти порисовать за дополнительную плату. Ежегодно мы проводим очень большой фестиваль для молодых художников в конце декабря месяца, и гости у нас очень многие любят приезжать и его посещать. Это действительно интересно и забавно. Какие еще у нас есть активности на территории? Это клуб «Акваголики». На сайте можно зайти в раздел «Места», «Различные локации» и найти, соответственно, тоже «Акваголики», почитать список экскурсий, стоимость экскурсии указана. То есть, опять же, можно заранее сориентировать гостей. И, опять же, указано, что входит в какой концепт питания, да, какие услуги будут платные, какие услуги будут бесплатные. То есть, у отеля свой риф, он находится на отдалении, на небольшом, поэтому каждый день от «Райвел Джетти», от платформы прилета у нас едет, соответственно, лодочка, она буквально идет 3 минуты, она ведет до платформы гостей, до платформы для снорклинга. Как вы видите, вот здесь примерное расписание, точное расписание всегда можно посмотреть в приложении. И, соответственно, она туда отвозит гостей и после обеда забирает. Оборудование для снорклинга за дополнительную плату, исключение тока систем питания, все включено. Мы проводим свадьбу, проводим мероприятия. У нас достаточно большое количество локаций для свадеб. Опять же, информацию по свадебным пакетам можно найти как у наших партнеров, так и у нас на сайте. Вот, делаем достаточно большое количество свадеб, ну, различных масштабов, скажем так. Также мы очень любим делать различные мероприятия, так как у нас очень большая территория, много всего. Группу принимаем до 300 человек абсолютно легко. У нас есть уже ряд компаний, которые нас уже очень любят, к нам приезжают из года в год, возвращаются. Делаем и галоужины, и какие-то квесты, и тимбилдинги, и у нас есть большой шатер для проведения мероприятий до 300 человек. Если есть такие запросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим партнерам. Информация еще раз напоминаю о необходимости закачивать наше приложение, удобное, полезное. И у нас есть своя иммерсивная платформа, она представлена на сайте, называется она Dive. Тоже, пожалуйста, пользуйтесь, очень удобно и для вас, и для, соответственно, представления гостям отеля. Это платформа иммерсивная, с 3D-фотографиями, то есть там можно пойти, походить по острову, погулять, посмотреть абсолютно все локации, но ощутить себя, как будто вы на Мальдивах. Ссылочка здесь указана, но можно найти ее у нас на сайте. Также можно найти информацию о дополнительных услугах, о стоимости спа-центров, баров, ресторанов. То есть там все меню есть абсолютно. Ну, как всегда мы говорим, подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы быть в курсе наших событий. У нас только что подходит, точнее, к концу конкурс. Мы разыгрывали год отдыха на Мальдивах, 365 дней. Вот, если вдруг не поучаствовали, то если будете в курсе наших событий, то я думаю, что обязательно включитесь в какой-нибудь один из следующих конкурсов. Спасибо. Ссылку в чат я сейчас прикреплю. По поводу, вот был вопрос по поводу плюс, то, что алкоголик-беверидж, нет, они будут доступны, если это с пакетом плюс, он у нас будет действовать до конца этого года, а напитки будут доступны только в главном ресторане. То есть во время завтрака, ну, точнее, во время обеда и ужина, если это пакет плюс. Вот, если это обычный all-inclusive, либо дайна-раунд, либо платинум all-inclusive, то, соответственно, напитки будут доступны во всех барах и ресторанах с 10 часов утра до 0 часов. Это важно. Да, ссылка, все правильно, ссылка прикрепилась. Свой контакт я сейчас вам напишу. Вот, ну, спасибо за внимание. Если что-то еще нужно, задавайте вопросы, две минутки есть. Новогодний ужин платно, да, абсолютно для всех концептов питания. На данный момент у нас основная система питания идет полупансион, то есть у нас идет апгрейд завтрака до полупансиона. То есть это вот такой вот, соответственно, наша спецакция, и поэтому, соответственно, доплаты идут за новогодний ужин уже от этой стоимости питания. Вход лучше у Sunset Beach Pool Villa, потому что Sunset, который вот на закат, да, то есть они выходят как раз в лагуну. А Sunrise, которые, они находятся с другой стороны острова и как раз вот, соответственно, смотрят на восход. То есть Sunset, Sunset, там хороший вход в море. Ссылка, да, ссылка на платформу верная. Апгрейд по питанию у нас до, соответственно, мая месяца. Все, коллеги, спасибо. Ждем ваших гостей. И рады будем видеть вас самих в том числе у нас в гостях. Спасибо, и вам хороших продаж. Интересная подача материала. Благодарим за участие. И сейчас у нас следующий отель, отель Heritage. Я приглашаю в студию представителя отеля, Марина. Добрый день. Прошу принять приглашение. Добрый день. Видно? Слышно? Добрый день. Отлично. Прекрасно видно и слышно. Я рада вас видеть, приветствовать. Давайте сразу же, пока я не забыла, напишу свои контакты вам в чат. И начну рассказывать про отель. Итак, я рада представить вам отель Heritage. Это отель 2019 года открытия. Он находится на Атоле Раам. Входит он в конгломерат отелей Spence. Это не единственный отель сети, но первый на Мальдивах. Итак, вот находится он на новом острове. Остров довольно зеленый. С прекрасным пляжем со всех сторон. От аэропорта Малем путешествие на гидросамолете займет порядка 40 минут. Также добраться можно местными авиалиниями до аэропорта Даравандуо где-то 20 минут. И порядка 30-35 минут на скоростном катере. Да, вот так выглядит отель на подлете. Звук есть? Все в порядке? Все работает? Отлично. Тогда продолжаем. Вот так выглядит отель на подлете. Сам отель представляет собой воплощение такого современного мальдивского стиля, при этом сохраняя все признаки традиционного мальдивского гостеприимства. Так гостей встречают традиционным танцем марахаба на прилете. В меню есть различные блюда мальдивской кухни. Когда приходит время уезжать, гостей провожают традиционными мальдивскими благословениями и пожеланиями счастливого пути. Что предлагает отель? В отеле 150 вилл, из них 68 находятся на пляже и 82 на океане. В семи категориях. Это beach villas, beach villas с бассейном, family beach villas, family beach villas с бассейном, ocean villas, ocean suits, ocean residents. Также отель работает по системе premium all-inclusive. Это значит, что питание возможно во всех ресторанах отеля. Концепция all-a-dine around. Также входят и алкогольные напитки. И много чего другого. Чуть попозже остановлюсь на этом. Итак, это вот одна из таких уникальных зон в нашем отеле. Это такой первый, единственный в своем покородье. Infinity pool на воде, в которой есть доступ всем гостям. Это отличное место для фоточек. Очень любят его публиковать в Instagram. И здесь, конечно, совершенно потрясающий вид на океан. Итак, виллы. Основная категория – это beach villas. Их 51 в отеле, что, в общем-то, довольно много для Мальдив. И поскольку это одно из популярных для наших туристов запросов. Что здесь есть? Каждая вилла имеет прямой доступ к пляжу. Есть кровать размера King Sides. Дневная кушетка, которая преобразуется в дополнительное место. Стандартное размещение здесь 2 человека. Но за счет кушетки можно увеличить до 3 человек размещение. Есть своя терраса для загара. Большая ванная комната с душем на улице и с доступом к пляжу. Беспроводная колонка, сейф, плоский телевизор. Доступ к сети Wi-Fi. Он предоставляется не только в вилле, но и на всей территории отеля. Это также входит в премиум-инклюзив предложение. Мини-бар. Да, в унгало один номер. То есть каждая вилла – это отдельный номер. Соответственно, Wi-Fi на всей территории отеля предоставляется бесплатно. Мини-бар. Мини-бар пополняется раз в день в этой категории. И его наполнение также входит в стоимость премиум-инклюзив. А мини-бар, надо сказать, довольно богатый. Здесь много закусок. Так, например, есть 4 вида орешков кэшью. А также полноразмерные бутылки вина красного и белого. То есть есть из чего выбрать, чем подкрепиться. Также в каждом номере есть оборудование для приготовления чая и кофе. Эспрессо-машина. А также каждая вилла на курорте предлагает услуги батлера, который поможет с любыми запросами, заказами, поможет забронировать стол в ресторане и с какими-то другими вопросами тоже может помочь. Так, остальные категории вилл на пляже, как я уже говорила, это виллы с бассейном. Их 10. Family Villas. Это стандартное размещение 4 человека. Как раз такую виллу можно увидеть здесь на фотографии. То есть это две виллы, совмещенные общей зоной. Здесь стандартное размещение 4, но также в каждой части виллы возможно увеличить, то есть в общем сделать 6 человек. И есть также просто Family Beach Villas и есть Family Beach Villas с бассейном. По наполнению они, в общем-то, такие же, как и виллы на пляже. Отличаются только вот размером и наличием бассейна. Ocean Villa. Это категория виллы на океане. Соответственно, здесь также стандартное размещение 2 человека. И есть дневная кушетка. Также мини-бар. Есть ванна. И, в принципе, все те же услуги, как и в виллах на пляже. Ocean Suits. Это повышенная категория. Тоже такая довольно уникальная вещь для Мальдив. Это двухэтажные виллы. Здесь на первом этаже находится гостиная, а на втором этаже спальня. Каждая вилла имеет свой собственный бассейн 17-метровый. И также в каждой вилле есть свой собственный винный шкаф, наполненный разными образцами вин, которые можно пить. Далее. Ocean Residence. Это жемчужина нашего отеля. Это самый большой и самый роскошный номер. Здесь есть две спальни. Здесь он также двухэтажный. Здесь, помимо всего, что есть в стандартных категориях, также есть еще зона с кухней и микроволновкой, также есть винный шкаф, есть джакузи, большой бассейн 36-метровый. И вот здесь как раз можно увидеть, как выглядит этот номер снаружи, с бассейном. Шикарный вид открывается. Теперь, что касается питания. Как уже сказала, питание по системе премиум All-Inclusive. То есть, в принципе, приезжая к нам, гости могут питаться во всех ресторанах курорта. Их пять. Один из них – это шведский стол, остальные работают а-ля карт. Кухня разнообразная. Есть и международная, есть французская, итальянская, морепродукты. Есть вот Амбула, например, это такой наш фирменный ресторан. Здесь подают современную шри-ланкийскую, индийскую кухню. И также здесь есть веган-миню. Поэтому, в общем-то, мини-бар во всех виллах бесплатный. Он входит в стоимость. И также вот не отметила, что во всех стандартных категориях он меняется один раз в день. В категориях Ocean Suits и Ocean Residence мини-бар пополняется дважды в день. И это тоже все входит в стоимость проживания. Также на курорте есть несколько баров. Есть два бара у бассейнов. Один у Infinity Pool, который я показала чуть ранее. Второй у основного бассейна на острове. И также есть еще Sky Bar с хорошим видом на закат. Широкая коктейльная карта любых алкогольных, безалкогольных, свежевыжатые соки. Также на территории отеля курсируют тележки с мороженым, с коктейлями, со сладостями. Это тоже все входит в стоимость и предоставляется для сам бесплатно. Вот варианты подачи, коктейли как раз и блюд здесь можно увидеть. Далее, что касается спа. Да, у нас есть на курорте спа, она называется MediSpa. Здесь есть полный набор услуг для того, чтобы сбалансировать душу и тело. Можно пройти курс массажей, либо детокс-программу, либо заниматься йогой. Помимо этого есть также кабинет мезотерапии, если вдруг кому-то это понадобится. Приезжающим могут сделать тест на состояние кожи и порекомендовать, соответственно, наилучший уход. Есть свой спортивный центр, предоставляющий услуги для водных видов спорта. Есть оборудование и экскурсии по дайвингу. Оборудование для снорклинга дается бесплатно на все время проживания. Также, соответственно, можно выбрать и другие виды спорта. Это и разнообразные. Детский клуб. На детском клубе тоже хотел бы остановиться отдельно. Он довольно большой, один из самых больших на Мальдивах. Здесь есть большое количество программ для детей разного возраста. Кулинарные мастер-классы, поделки, рисования, активности как в помещении, так и на воздухе. Как вы видите, есть большая игровая площадка на улице. Есть также возможность воспользоваться услугами няни. Размер острова где-то 800 на 300. То есть он не самый маленький, там есть где прогуляться. И как, возможно, вы обратили внимание, он довольно зеленый. Там такое ощущение джунглей создается. Детский клуб с пяти до... Где-то с пяти до этого сняли только. Также есть на курорте спортивный клуб. Здесь, к сожалению, у меня нет по нему слайдов, но он есть. Там есть все необходимое оборудование для того, чтобы держать себя в форме во время отдыха. Также есть комната с играми, различными активностями, которые могут быть интересны и подросткам, и взрослым также. Также устраиваем экскурсии и разнообразные впечатления для гостей. Также должна отметить, что при проживании от шести ночей одна экскурсия дарится гостям в подарок на выбор. Можно выбрать либо экскурсию с дельфинами, либо круиз на закате. Что-то, что им больше понравится. Ну и, конечно, мероприятия мы очень любим и знаем, что Мальдивы как одно из самых таких романтичных направлений. Рады организовать для ваших клиентов мероприятия для свадьбы, различные годовщины, либо годовщины свадьбы. У нас есть специальные предложения под это. Вы можете спрашивать у наших партнеров. Все это предлагается. И сейчас хотела бы отдельно остановиться на всем том, что же входит в программу Premium All Inclusive, для того, чтобы было понимание, что же гости получат, приезжая к нам. Во-первых, это, конечно, потрясающий гастрономический опыт и питание во всех ресторанах отеля. Здесь должна сказать, что команда поваров отеля не останавливается никогда на достигнутом, всегда повышает свое мастерство. И так, например, участвуют в различных кулинарных испытаниях. Вот, например, в марте в Германии проходила кулинарная олимпиада. И команда нашего отеля заняла первое место в медальном зачете. То есть больше всего медалей получила. Далее, мини-бар, который обновляется каждый день, как я уже говорила. Он входит в стоимость. Там есть полноразмерные бутылки вина. В категориях Ocean Suits и Ocean Residence мини-бар обновляется дважды в день. Далее, номера категории Ocean Suits и Ocean Residence оборудованы своим винным шкафом, который наполнен винами. Далее, это курсирующий по территории отеля тележки с мороженым, конфетами и коктейлями. Это прекрасная карта вин и напитков, которые предлагаются в наших ресторанах. Всего 140 видов вин на курорте. Из них 32 входят в премиум All Inclusive. И также широкая линейка крепких алкогольных напитков. Если необходимо, я готова по запросу всю эту информацию отдельно предоставить, если нужно. Далее, что еще я не сказала, что стоимость проживания, также если ваши гости приезжают более чем на 6 дней, им в подарок дается экскурсия, да, я уже сказала, и массаж еще проживающим в стандартных категориях – это 30-минутный массаж, а проживающим в номерах категории Ocean Suits и Ocean Residence – это 45 минут массажа. Также могу дополнительно, да, вот как раз здесь на слайде об этом указано, дополнительно могу выслать отдельно программы со всем перечислением, что входит. Да, конечно, каждому человеку массаж, также каждому проживающему. И, соответственно, экскурсия тоже на каждого гостя рассчитана. Далее, выбор оборудования для нематеризированного вида спорта. Возвращаясь к массажам – это бесплатный тест лица для того, чтобы порекомендовать наилучшую программу. Да, русскоговорящий персонал на курорте есть, сейчас два человека, но что-то может меняться, поэтому, в принципе, можно периодически это запрашивать. Далее, вот да, как я уже говорила про экскурсии бесплатные, входящие в стоимость, оборудование для снорклинга выдается на все время проживания. Далее, что еще я не сказала, доступ в тренажерный зал. Также всем гостям есть возможность пройти водное занятие по дайвингу, то есть это не полноценное погружение, но это такое водное занятие, чтобы человек мог понять, хочет ли он этим заниматься, если он никогда этим не делал. Риф есть, да, свой, он в отеле, то есть никуда не надо ехать, можно именно проплыть от курорта. Да, и вот так выглядят с высоты наши водные виллы. Собственно, на этом основная часть моей презентации закончена. Я готова поотвечать на вопросы, поскольку время еще есть. Стоимость теста составляет 150 долларов, делается на курорте, есть у нас свой врач, он берет тест, готовность его в течение 48 часов. Также, если интересно, могу чуть-чуть поподробнее еще рассказать о тех мерах, которые принимаются у нас на курорте сейчас в связи с ковидом. Да, каждая вилла имеет выход в воду. Вот, скажу пару слов, да, еще вот в рамках нынешней ситуации, что на отеле есть своя команда, в которую входят сотрудники отеля, это целые, которые следят за исполнением норм санитарной безопасности на курорте. Да, если есть еще вопросы, я могу еще ответить. И потом хотела бы еще включить видео. Детей на водных виллах можно селить только с письменным согласием родителей. Вот этот. Да, общая территория. Вот она, как я уже сказала, остров где-то 800 на 300 метров. Расстояние до аэропорта это где-то, если я не ошибаюсь, 150 километров. 40 минут на гидросамолете полет занимает. Либо 20 минут до местного аэропорта и 35 на скоростном катере. Не сказала, что в аэропорту есть у нас своя стойка Е2. Там встречает наш сотрудник, прилетающий гостей. Располагает в лаунже в ожидании рейса. В лаунже также есть закуски. Можно отдохнуть. Так, если пока вопросов больше нет, то предлагаю, может быть, посмотреть видео про отель, проникнуться его духом. Так, все. Так, все. Продолжение следует... 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 Видно, отлично. А слышно ли? Супер. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, еще раз за задержку. Надеюсь, теперь все будет отлично. Супер. Я рада, что все слышно. Еще раз представлюсь. Меня зовут Анастасия. И я представляю гостиничные группы Touch и представляю конкретно два отеля на Мальдивах. Стала представителем именно двух мальдивских отелей относительно недавно, с сентября этого года. Но до этого я очень долгое время работала со всей цепочкой, начиная с 2008 по 2015 год. Я, собственно, отели хорошо знаю, помню, все детали, была в них неоднократно. Поэтому сейчас я вам все расскажу подробно. Сегодня хочу начать с одного из двух наших отелей. Это отель Touch Coral Reef. Вот, собственно, перед вами, если вы видите фото этого отеля. Touch Coral Reef у нас открывается после всех наших событий, которые произошли в этом году. Он был закрыт и открывается 1 ноября. То есть с 1 ноября мы принимаем гостей. Я неоднократно делала уже рассылки, но еще раз повторюсь. Сейчас, как и у всех отелей, приняты очень высокие меры безопасности. Отель заботится о гостях, это и бесконтактный чек-ин, и переделанная работа всех служб. Соответственно, отель как раз-таки сейчас был закрыт, и он готовится к приему гостей, готовит персонал, персонал прошел обучение. Остров безопасный. Вообще направление Мальдив сейчас входит в одно из самых безопасных направлений. Поэтому мы очень ждем и очень надеемся, что с ноября как раз-таки отель начнут бронировать, и к нам приезжают русские и украинские, и казахские семьи, потому что действительно отель был любим нашим рынком очень давно. Собственно, Touch Coral Reef – это совсем небольшой островочек. Он находится всего лишь в 45 минутах езды на скоростном катере от аэропорта, никуда лететь не надо. Гости прилетают в аэропорт, их встречают и сразу же отвозят в отель. Соответственно, если это семья, их на одном катере, если это разные семьи, их, соответственно, разделяют по разным катерам в целях безопасности. Остров, видите, он такой в виде сердечка, очень зеленый. Остров уже такой достаточно... Вообще, Таджам на Мальдивах достаточно повезло, потому что они заняли свои такие локации давно, и это одни из самых таких вот выгодных, скажем, по мальдивским меркам локаций. Это либо Коралловый риф, либо вот в Touch Exotic это огромная лагуна. То есть получается, что когда мы пришли на Мальдивы, отелей там не так было много, как сейчас. Сейчас, конечно, открывается большое количество отелей, но не у всех такие вот хорошие локации и возможности. Секрет нашего отеля Touch Coral Reef скроется уже в названии. Это отель, который находится у самого больших... одного из самых больших Коралловых рифов. Здесь можно и дайвингом заниматься, и снорклингом заниматься. Снорклингом занимаются прямо из вилл. Что касается самого отеля, он был полностью отреновирован у нас, получается, в 2011 году. И с тех пор у нас происходит какая-то вот неглобальная реновация, но тем не менее отель обновляет текстиль, декор. Отель выглядит свежим, современным. Как я уже сказала, недалеко находится от аэропорта. И отель сам по себе небольшой. Это такой настоящий тропический остров, где находятся 62 виллы различных категорий. Что важно сказать про наши виллы, что львиная доля, большая часть вилл – это пляжные виллы. Очень часто русские, украинские. Я просто когда говорю русский, я подразумеваю весь наш рынок. Очень часто просят подобрать пляжные виллы. И часто в отелях пляжные виллы – это наиболее дорогие виллы. Здесь у нас пляжные виллы – это базовая категория. Соответственно, здесь клиенты, если хотят пляжные виллы, вот можно предложить такую замечательную опцию. Всего вот у нас пляжных вилл базовой категории 16. Это называется Deluxe Beach Villa. У каждой виллы свой маленький кусочек пляжа, гамак, веранда. На веранде стоит диванчик, столик с креслами. То есть действительно такая маленькая вилла на берегу океана, твоя личная и по мальдивским меркам достаточно бюджетная. Здесь у нас ставится одна доп. кровать, но размещаем мы до трех человек. Можно еще просто малыша разместить, там поставим люлечку для ребенка. То есть, в принципе, полноценно семья может разместиться, такая молодая семья с двумя детьми прекрасно разместится. Еще, так, вот, самые маленькие виллы, я их пропустила, мне перескочило. У нас пляжные виллы, где трое человек размещается. Это то, в принципе, они ничем не отличаются от вилл побольше. Они действительно чуть-чуть поменьше по площади и размещают на одного человека меньше. Но, как вы видите из фотографии, они абсолютно похожи по дизайну, по стилю. Также у каждой виллы есть свой выход к пляжу, выход в океан. Что характерно для нашего пляжа в Touch Coral Reef, что кораллы сами по себе, они не растут таким полотном, они растут кустиками. То есть, люди, выходя там на пляж, они могут зайти в воду, проплыть над кораллами, встать опять в воду. Достаточно такой, очень-очень доброжелательный такой риф, который понравится как взрослым, так и детям. Там гамак висит у каждой виллы. Действительно такой маленький-маленький рай. Следующая категория вилл – это водные виллы. И это у нас, получается, одна из более дорогих категорий. Таких вилл у нас 32. То есть, получается, половина вилл у нас пляжных, половина вилл у нас водных. Водные виллы, они еще больше. Здесь есть возможность тоже разместить четверых человек. И опять же, это одна дополнительная кровать. Плюс для маленького ребенка можно поставить кроватку. Эти все виллы, они были полностью отреновированы. И в 2011 году, соответственно, они соответствуют уже относительно современным представлениям о Мальдивах. Но, тем не менее, это такие традиционные мальдивские бунгало с соломенными крышами. То, что ожидают люди, отправившиеся путешествовать на Мальдивы. Еще у нас есть очень... Сейчас, если я загрузится, вот... Так, есть 12 только на кровати с родителем. То есть... А, вот давайте я вопросы все, которые будут, я отвечу в конце. Я пролистаю и вот расскажу, а потом по всем вопросам пройдусь, если вы не против. Спасибо. Вот, соответственно, еще у нас есть такая категория вилл. Называется Nirvana Presidential Suite. И их у нас таких две виллы. Это такая настоящая президентская вилла с двумя спальнями на 215 квадратных метров. И здесь мы размещаем до шести человек. То есть, получается, мы ставим две дополнительные кровати и, получается, такие две полноценные спальни плюс две дополнительные кровати. Вообще, в Touch Coral Reef все виллы, кроме Nirvana Presidential, у них нет своего бассейна. Бассейн есть общий на территории отеля. Если есть кто-то, кто хочет бассейн, то можно там воспользоваться. А вообще, только в двух виллах у нас есть бассейн. Это Nirvana Presidential Suite. Вообще, на самом деле, это очень классный вариант, когда едет большая компания или большая семья, и надо разместиться всем вместе, и хочется большую виллу, но нет там таких супер бюджетов, как, например, на Touch Exotic, где двухспальная вилла достаточно дорогая сама по себе. То этот вариант очень-очень любят наши клиенты, которые именно большой семьей приезжают. Что касается питания. Здесь вот отдельно хочу сказать, что в отеле Touch Coral Reef уже не первый год работает система «Все включено». И это действительно очень такая вот любимая система нашими туристами, потому что им не приезжают, им не нужно беспокоиться, что там, сколько стоит. Есть список, я его разу могу прислать, что входит в систему «Все включено». Это входит завтрак, обед и ужин по времени в ресторанах, и входят напитки во время завтрака, обеда и ужина, плюс в течение дня с 10 часов до полуночи в нашем риф-баре тоже напитки в системе All-Inclusive входят. Помимо всего прочего, в систему All-Inclusive входит и мини-бар отеля, то есть в номере. И этот мини-бар обновляется ежедневно. В принципе, это такой вот, мне кажется, один из самых таких востребовательных, если ты путешествуешь с семьей, с детьми, потому что ребенку заказал, он это не ест, ну, как бы другое заказывать, да, думаешь надо, не надо. Здесь все-таки, как All-Inclusive, с этим очень даже удобно. Что касается ресторанов, здесь у нас несколько, вот несмотря на то, что остров сам по себе небольшой, да, про спиртные напитки входит большое количество напитков, не входят премиальные какие-то там коллекционные вина или коллекционные там крепкие напитки, но очень же большой список и просека, и вина, и саке, и водка, джин, и рома, очень-очень много. Есть целый список, я могу им поделиться, я просто вот только-только его перевела, у меня он есть, и я могу им поделиться. Большой список на All-Inclusive, то есть, в принципе, ничего заказывать не надо. Единственное, что не входит в All-Inclusive, это вот, например, это лангустины не входят, королевские креветки не входят, не входит спа, не входит... спа не входит, не входят какие-то специальные ужины, если вы там организовали при свечах, туда это не войдет, это отдельно будет. А так все, в принципе, входит. Соответственно, у нас есть основной ресторан, это Bakura, это ресторан, который работает на завтраке, обеды, ужины, он работает по системе. Раньше это был только... раньше это был как буфет, сейчас все-таки это ввиду новых мер, это будет по меню заказ, потому что, ну, все понимают, почему. Сейчас нет буфетов. Соответственно, у нас есть такой ресторан на свежем воздухе, называется он Open the Grill, там, в принципе, тоже можно пообедать, поужинать. Разные напитки, фирменные блюда. Вообще кухня очень разнообразная, нельзя сказать, что она там точно индийская, или точно азиатская, или точно японская, она разнообразная. Они добавили в этом году, ну, не в этом даже году, а в последние годы большое количество морепродуктов, вообще в любой, там, способ приготовления. Это и гриля очень много они сделали, и различных с соусами. Там очень классное меню, очень богатое, очень вкусное, потому что Таджи вообще славится своей кулинарией, поэтому здесь вопрос с едой, конечно, тоже точно у нас нет вопросов, всегда все очень довольны. Что касается еще каких-то там закусок, это есть и пиццерия, в которой можно прийти заказать пиццу, да, в любое там время, либо это вот есть риф-бар, где можно прийти, там, заказать себе коктейли, полежать около бассейна, или пойти там, поваляться на пляже. Все создано для того, чтобы гости отдыхали, и чувствовали себя свободно, не думали о каких-то там вот мирских переживаниях по поводу финансов, все уже включено, не надо ни о чем думать. Что можно делать на этом маленьком, но очень активном острове? Вообще Мальдивы, сами по себе принято во всем мире считать достаточно такой ленивый образ, да, ленивые Мальдивы, ешь и спишь, да, еще и плаваешь. Но я вот сама по своему опыту помню, что когда ты находишься на острове, все время какие-то дела, все время что-то надо там, то идти кормить скатов, то надо плавать с маской, то есть очень-очень много всяких дел, и отдых кажется действительно очень насыщенным. И даже неделя, вот как в детстве, да, было время пролетает, не только, вот как сейчас у нас время недели за неделей, а вот именно когда ты находишься на Мальдивах, эта неделя кажется полноценным таким вот отпуском, как в детстве лето. Такое самое, наверное, знаменитое, что в нашем отеле есть, это кормление скатов. Каждый день можно сверять часы, в 5 часов вечера приплывают скаты, на пляж выносят рыбу, выносят перчатки, там средства дезинфекции, и все гости, кто желает поучаствовать в этом действии, могут надеть перчатку, взять рыбу и покормить скатов. Это действительно такое вот очень классное, очень живое действие, такой интерактив с живой природой, скаты подплывают, ты им прямо под ротик даешь рыбу, они ее едят, очень смешные звуки издают, похоже на хрюканье, как мне показалось. И многие гости каждый день, пусть это каждый день происходит, они каждый день приходят и кормят, действительно, очень такое времяпрепровождение. Помимо всего прочего, можно... В агонии вас отвезут на такой маленький островочек, либо, если у вас клиенты увлекаются островом, рядом с островом есть затонувший корабль, туда ежедневно мы возим тоже туры, можно поплавать с аквалангом, можно организовать себе такой досуг, можно отправиться на рыбалку, на Мальдивах очень тоже популярное это развлечение. Что у нас еще? Так, как я уже сказала, могут на остров отвезти, ну и помимо того, что могут куда-то отвезти, могут и на самом острове сделать очень красивый сетап, сделают, поставят столик, можно и в лагуне это сделать, можно это сделать и на песочке, то есть очень много вариантов, где можно сделать какие-то романтические такие ивенты. Ну и плюс ко всему прочему, на Мальдивах, хоть это и неофициально, но символически, традиционно очень многие приезжают на обновление клятв, на процедуру, на обновление клятв, на свадебную церемонию, у нас мы можем делать фотосессию, есть на самом деле целый пакет, который включает и фотосессии, и торт, но если это приехали молодожены, торт им обязательно и так в подарок, конечно, будет, но в общем есть разные возможности организовать незабываемый отдых, как для молодожен, так и для тех, кто решил вспомнить, скажем так, свой важный день и обновить клятву, и все это можно очень здорово организовать. Мы организуем, у нас очень большой спортивный центр, помимо там снорклинга, дайвинга, очень много разных спортивных видов спорта, водных видов спорта, и можно и экспедицию, и погружение, и в общем все-все можно найти у нас. Отдельно, наверное, хочется сказать про наш спа-павильон. Вообще у нас есть такой вот бренд, который, как вот многие отели работают на каких-то брендах, да, там, Ридс Карлоттон, я знаю, на Испа работает, кто-то, ну, много разных вариантов. В Таджи есть свой собственный бренд, ему уже очень-очень много лет, он был, наверное, основан еще, когда была практически основана цепочка. Вообще цепочка была основана в 1908 году, и первый отель был построен в Бумбаи, очень легендарная история, и с тех пор вот как раз вот гостеприимство индийское они пытаются перенести по всему миру, в том числе и на Мальдивы, и Лондон, и Нью-Йорк, где есть Тадж-отели. Но вот на Мальдивах, наверное, как раз-таки вот эта вот история со спа, она наиболее актуальна, потому что на Мальдивы люди приезжают отдохнуть, обновиться, перезагрузиться, и наш бренд Жива, это вообще обозначает он внутренняя энергия, внутренняя сила, энергетика, он основан на древних королевских ритуалах Махараджи, на натуральных скрабах, маслах, это все очень проверено сотнями лет, ну, больше, чем сотни лет, и в Тадж-экзотике, в Тадж-Корал-Риф очень такие вот серьезные спа у нас практикуются, у нас очень хорошие терапевты, широкое меню, можно сделать программу, они есть разные там на 3, на 5, на 7 дней, в Тадж-Корал-Риф мы не делаем айурведу, айурведу, традиционные процедуры, мы делаем только спа и велнес, делаем йогу, уроки, классы по йоге проходят, но этого, в принципе, тоже более чем достаточно, потому что на самом деле на высоком уровне, к серьезным подходам, гости, попадая в спа, в Таджи, наверное, забывают о всех своих насущных там проблемах, о всех своих заботах, поэтому, вот, наверное, если кому-то нужно перезагрузиться, вот, можно порекомендовать наш дживо-спа. Про клятую верность я рассказала. Что касается о наших главных преимуществах, я уже их, наверное, рассказала в течение всей нашей презентации, но еще раз, наверное, повторюсь, что этот курорт, сам Тадж-Корал-Риф, он располагается на коралловом рифе, которому более тысячи лет, и, помимо того, что там большая природа, да, жизнь природы, можно заниматься дайвингом, посмотреть на задануший корабль. Очень, скажем, можно это сделать, вот каждый день делать что-то и находить что-то новое для себя. Сам по себе курорт небольшой, шикарные виллы, 62 их виллы, недалеко мы от аэропорта, еще раз повторюсь, никуда опять лететь не надо. Это all-inclusive, если кто-то не хочет all-inclusive, можно выбрать там хавборд, если кто-то считает, что там я не буду, не хочу есть там круглый день, мне достаточно завтрака и ужина, и там фрукты поем в обед. Можно вполне выбрать хавборд. В принципе, all-inclusive это не обязательно, то есть это как рекомендую, я рекомендую, что это очень удобно. Соответственно, кормление скатов, у нас возможные ужины, романтические рандеву, джива-спа, и это все то, что ждет гостей на маленьком острове. И я вот даже по своему, опять же, опыту могу сказать, что это можно там две недели очень активно отдыхать и не заскучать, даже несмотря на то, что сам по себе островочек небольшой. И вот был еще вопрос по поводу ребенка. Нет, смотрите, у нас получается, что те виллы, а если получается двое детей до 12, да, и двое взрослых, то один ребенок на кровати с родителями. Ну, как бы фактически да, но у нас как бы были случаи, когда я просила отель, когда индивидуальные какие-то были варианты. Мы, конечно, рекомендуем побольше виллу брать, если там четыре человека, то есть по факту, то мы побольше рекомендуем. Но если получается такая история, что вот три человека, вернее, четверть человек и двое взрослых детей до 12, ну, с Антелли мы это все можем обсудить индивидуально. Таких как бы вопросов, на самом деле, не так часто такие вот запросы у нас были. Поэтому то есть для удобства, конечно, лучше это только максимум трое. Ну, трое, один на дополнительной кровати и один малыш. Еще какие-то, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. А пока я могу поставить видео нашего курорта. Он так все покажет красиво то, что я сейчас рассказала. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот наши видео. Есть звук в видео? Все нормально? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И следующий отель, который я хотела бы осветить в своей презентации, это второй отель группы Touch Отель называется Touch Exotica Resort & Spa, многие отель наверняка знают, он опять же один из первых отелей, кто-то вообще был на Мальдивах, ну вот даже, ну или кто-то был, видел ли кто-то наши Touch, вопрос, если кто-то из присутствующих было бы интересно послушать Touch Exotica располагается совсем рядом с аэропортом У него такая очень, очень сейчас стратегически хорошая локация, потому что он располагается всего в 20 минутах езды от аэропорта Он располагается он в одной из самых больших красивых лагун на Мальдивах Это тоже опять же небольшой совсем островочек, он протяженностью всего лишь один километр и есть там участки острова, где там вообще до 50-100 метров ширина острова Он очень уютный, очень зеленый, настоящий такой тропический, экзотический остров Вообще его, это называется как остров трех кокосов Очень он любим мной, любим многими туристами Один из таких вот, скажем, таких символов, да, даже, скажем, Мальдив, потому что он тоже, опять же, один из первых был открыт на Мальдивских островах Соответственно, как я уже сказала, отель, ой, прошу прощения Извините, телефон подключился Прошу прощения Я вообще его выключу Так, подскажите, при обратном выезде можно сдать тесты на территории? Конечно, тесты сдать можно, и у нас такая услуга есть Это все делается на территории острова У нас есть доктор, который берет эти тесты И тесты отправляются в клинику И в ближайшее время, буквально там в этот же день Вы получите свои результаты Я только сегодня получила письмо Эта услуга стоила 171 доллар Сейчас эта услуга, я прямо вам сейчас, чтобы вам не обманывать Вам скажу Только-только-только пришло письмо Секундочку, чтобы... Так-так-так Теперь тест будет стоить 130 долларов 130 долларов теперь стоит тест Вот мне сегодня пришло письмо И опять же, это все делается на территории отеля Очень все быстро Не занимает очень много времени Ну, все на высшем уровне Делаем и сразу отправляем результаты из больницы к клиенту Это и в одном, и в другом отеле Цена одинаковая, услуга одинаковая Что касается... Вот про наш отель я продолжу Всего лишь 15, ну максимум 20 минут езды на катере Опять же, сразу прилетели, гостей забрали И отвезли на райский остров Сам по себе остров У нас здесь тоже небольшое количество вилл Здесь у нас 64 виллы различных категорий У нас... Но в данном отеле базовые категории являются все-таки водные виллы И они здесь, ну по цене будут дешевле, чем пляжные виллы Но хочу сказать, что здесь у нас Ну, несмотря на то, что виллы доводные Они находятся в лагуне И по ступенечкам прям спускаешься в эту лагуну То есть тут я не могу сказать, что даже лучше, да, в лагуне Или там на пляже То есть и то, и то очень-очень здорово Следующий слайд Значит, быстренько расскажу про какие категории вилл Вот базовый лагун виллы, их всего 20 вилл И здесь у нас до трех человек Мы размещаем У нас виллы небольшие по нынешним меркам, да Потому что сейчас уже отели строят такие огромные виллы Там по 200 квадратов стандартные У нас виллы на самом деле небольшие Это 71 квадратный метр Ну, конечно, там все... Это базовая категория, там все есть Это традиционные такие экзотические мальдивские домики С соломенными крышами, с деревянными дверями С красивыми подушечками Все то, что вот есть в номере Было тоже недавно все обновлено Новый текстиль, новый декор Привели в порядок там столики, тумбочки Конечно, это все там может быть где-то не суперсовременно Да, как... Потому что отель был построен давно достаточно Но он свежий, он чистый, просторный, экзотический, зеленый остров То есть это тот остров, который у нас приезжают люди И остаются, и приезжают, и очень-очень нравится Очень много... Ну, я сейчас расскажу, какие плюсы есть еще Ну, вот базовый номер у нас получается от Лагун Вилла Следующая категория, это тоже у нас Делакс Лагун Вилла Они, в принципе, плюс-минус похожи Они чуть побольше И в каждой из этих вилл, их 31, у нас есть свой бассейн То есть у тех вилл у нас нет бассейна В Лагун Виллах у нас есть свой бассейн с пресной водой Одна из новых категорий, которая была построена относительно недавно Это 2013, там, 12-й год, они были построены Это премиум вилла Витспул То есть на самом деле название там как бы можно запутаться Но по фотографии всегда можно понять Это вилла у нас, их всего три штуки Таких, они располагаются со стороны острова Сейчас я вам покажу, где указка Вот указка Они располагаются вот здесь Вот здесь они располагаются Около лепесточка И они действительно очень приватные У них есть свой спуск в море Это не гладкий вход То есть если там есть малыши Скорее туда в эти виллы не надо Потому что там по таким вот они каменным ступенькам делали вход с перилами А если... А, указки не видно Сейчас я еще раз покажу Секунду Вот, видно карту Если видно, то сейчас я попробую указку еще раз Вот Видно указку? Ну, теперь... Не видно, видно? Видно Все прекрасно Указка... Ну, соответственно, да, с левой стороны С левой стороны, да, получается от лепестка Если мы стоим и смотрим на лепесток, то с левой стороны будут эти три виллы Вот, соответственно, эти виллы я бы рекомендовала скорее молодоженам Потому что они очень приватные Скорее там семьями, может быть, со взрослым ребенком или с детьми постарше Которым не нужно пологий спуск к морю Ну, либо там взрослым людям Потому что здесь такая приватность Свой бассейн Большая территория Вилла... Вот эта вилла одна из самых таких современных на острове Свежая, светлая С большими панорамными окнами Ну, это одна комната Там нету... Там нет разделения Это одна комната Но она такая достаточно просторная Так... Следующая категория вилл Которых у нас четыре Называется Это тоже одна из последних таких новых в нашей коллекции Это Делакс бич вилла with pool Или мы их называем еще бич бунгало Таких вилл четыре Они 200 квадратных метров Они тоже большие И здесь у нас четверо человек вполне размещаются Так... Следующая категория вилл Это тоже одна из последних То есть у нас, несмотря на то, что отель не был Полностью перестроен Были сделаны новые виллы Все-таки они их встроили в остров Что-то поменяли, обновили И вот получилось, что новые виллы у нас еще появились В того же времени это One bed motion suite Или называемые water villa suite Как кто хочет Его называет Соответственно, это две такие виллы Опять же, они около 200 метров квадратных До четырех человек Но здесь у нас есть отдельная спальня Которая отделяется от гостиной зоны дверью То есть здесь можно, например, с семьями, с детьми И если взрослые Или там, да, пара отделилась И у всех своя приватность есть Тоже современный номер Светлый, просторный Очень у нас его любят У нас пляжных таких вот прям совсем пляжных-пляжных вилл Немного Всегда это у нас был дефицит И сейчас тоже, на самом деле, так у нас их немного Их всегда бронируют Но у нас есть сейчас места Понятно, что они есть у многих Но если у вас есть клиенты, которым нужны действительно классные пляжные виллы С шикарной лагуной Никуда лететь Вот можно предложить one bedroom Это вилла 270 квадратов У нас тут тоже до 4 человек У нее вход в пляж Вообще лагуна – это, наверное, наша визитная карточка Это одна из самых красивых Самых чистых Самых таких вот изумрудных лагун на Мальдивах Картинка Мальдив Вот это, собственно, наш отель Здесь вот есть свой бассейн в этой вилле Гамак, лежак, лежакис То есть это такой настоящий, частный, такой маленький рай Следующая категория вилл, которые тоже у нас пляжные и очень дефицитные Всегда были Но не в этом году пока Надеюсь, что будет интерес вырасти Потому что не так много направлений, куда сейчас можно ехать Не так много безопасных направлений Мальдивы, наверное, одни из топ И сейчас появляются и перевозки Это прекрасно Соответственно, это наши виллы с двумя спальнями Здесь у нас тоже мы размещаем Вернее, здесь мы размещаем до шести человек Но здесь есть отдельная столовая, где можно накрывать завтрак, обед и ужин Здесь есть комната, где можно делать спа-процедуры Это такая очень роскошная Это самая, ну, помимо президентской виллы Это самая такая топовая наша категория Вилла с двумя спальнями И вот, собственно, вот она, вишенка на торте Наш президентский номер Он тоже один из последних был добавлен в номерной фонд Это называется Rehendi Presidential Overview Water Suite Этот огромный номер с двумя спальнями Одна спальня выходит на закат, другая спальня выходит на восход Тематика декора соответствует закату-восходу Очень красивая, очень светлая Она находится у нас в президентской вилле Вам сейчас покажу, где Сейчас я включу свою указочку Вот она, президентская вилла Она находится на самом носике лепестка То есть, если вы живете в этой вилле Перед вами бескрайняя лагуна океана Вас никто не видит, когда вы купаетесь То есть, очень приватная, очень красивая, удаленная Надеюсь, было видно Вот Она очень много наград у нас Ежегодно она что-то получает Когда она только построена, она была и лучший свит на Мальдивах И лучший свит в Азии То есть, очень-очень много наград Действительно, оценена она по достоинству Поэтому, если у вас будут какие-то запросы на что-то вау То это вот Что касается кухни Здесь у нас нет системы, все включено Потому что отель немножко другого статуса Он и подороже И у него все работает по системе а-ля карт Мы в этом году обновили ресторан Ресторан 24 градуса Он находится Сейчас я вам покажу тоже опять на карте Чтобы было понятно Ну, собственно, я сейчас сразу все покажу Сюда Ой Так Вот сюда приезжают гости Соответственно, ресторан 24 градуса у нас находится вот здесь Вот Вот в этой части острова В этой части острова находится наш спа А вот это ресторан, про который я буду еще говорить отдельно Это называется Deep End Это высокая кухня Гурмэ наш ресторан Я про него расскажу Но вот он находится около спа А ресторан, который 24 градуса, он находится в этой части острова Здесь у нас проходят завтраки, обеды и ужины По меню Все по меню Так, про него рассказала То есть, помимо всего прочего Это каждый вечер какие-то тематические у нас меню С выбором разных колоритных блюд Опять же, кухня очень-очень богатая Нету только точно индийской, китайской Очень-очень разная В том числе и европейская И большое внимание уделено, опять же, морепродуктам У нас в этом году второй раз уже в этом отеле Работает очень-очень интересный шеф-ковар Он вообще работает в тач-отелях уже 30 лет Он, его блюда внесены там в топ наших коронных блюд по всему миру Он работал, начинал свою работу в Австралии Потом он работал в Лондоне Работал он в Индии И вот сейчас он опять вернулся на Мальдивы На Мальдивах он когда-то работал Очень талантлив, очень креативный Очень современный Очень прям классный шеф Вот у него отличное меню И у нас это меню есть в переводе на русский язык Если приезжают русские клиенты Им дается это меню Потому что там очень много таких интересных блюд, сочетаний Плюс все эти вот ингредиенты иногда Которые даже зная английский Можно не догадаться Ну догадаться, но не понять точно, что там Мы перевели для этого в варианты меню Поэтому не переживайте, клиент Пока у нас русскоговорящих сотрудников нет Но все в наших силах Если мы будем отправлять туда русских клиентов побольше Они, конечно, с удовольствием смогут взять русскоговорящий персонал Пока, к сожалению Так, слышно меня? Да, слышно Пока, к сожалению, нет прецедента, что нужно, чтобы его взять Но вот, надеюсь, мы все вместе это сделаем И будет у нас русскоговорящий сотрудник Так, что касается питания Так, это у нас общий ресторан Следующий ресторан Это ресторан как раз-таки Deep End Ресторан, про который я начала говорить Это ресторан высокой кухни гурме Он расположен прямо над водой То есть под ним плавают рыбки Даже там маленькие акулки плавают Здесь можно организовать романтический ужин Или, собственно, просто, да Поужинать вечером по меню Здесь в этом году они сделали такие побольше вариантов сет-меню Потому что гости часто не знают, что выбрать И что там они любят морепродукты Или любят что-то И им делается такое специальное меню На там стартер, главное блюдо, десерт И они могут из этого тоже выбрать Все это как бы в один пакет включено Очень удобно Здесь мы раз в неделю проводим Такой candle night Ночь, когда все Выключается освещение в ресторане Зажигается много-много свечей И это очень романтично И это, опять же, такая бережем электроэнергии Опять же, такая эко-направленность Поэтому тоже такое интересное впечатление можно получить Poolside ресторана-бар у бассейна Такой легкий, модный, тоже, опять же, обновленный бар Здесь всякие закуски, гриль, коктейли Прошу прощения Напитки безалкогольные, алкогольные В общем, все здесь можно попробовать Еще один бар Он находится недалеко от ресепшн Это экватор-бар Лаунж Здесь Ну, сейчас, к сожалению Тут на гранной фотографии Это кальяны Сейчас кальяны у нас Мы не практикуем ввиду Там сложившиеся ситуации Но я надеюсь, что в скором времени все нормализуется А вообще здесь большой тоже выбор и вин, и сигар, и кальянов И вечером играет музыка Часто очень живая Бэн приезжает Ну, действительно, такое уютное Такое вот релакс Место, где вечером можно посетить Посмотреть, как заходит солнце Выпить коктейль Очень-очень здорово провести время Соответственно, помимо того, что это просто Поехать, завтракать, пообедать и ужинать Touch очень много сделал программ Которые раскрасят пребывание И все-таки это отдых Это отдых складывается из многого В том числе из питания И сделали вот они разные-разные меню Например, у них так, как мы называемые Уникальные кулинарные впечатления Это может быть, например Особая горность Это вот такие вот меню 40 градусов Когда там они разные Варианты всяких меню соединяют в одно Там это маленькие-маленькие порции всего Вот на верхней фотографии Где там маленькая гриль стоит И креветки жарятся Сейчас можно так же сделать Например, любят такой гости интерактив Вам приносят вот такую вот маленькую гриль И вы сами берете И сами себе там жарите Тоже такое кулинарное впечатление Потом у нас есть такая Такое интересное изобретение Как знаменитая пицца Это 200-долларовая пицца Это совершенно дорогими Очень гурме ингредиентами Она здоровая Там куча всего такого супер-супер-супер эксклюзивного И очень-очень вкусного Потом у нас бургеры с лобстерами Потом блюда на гриле Все-все-все это можно пробовать В течение пребывания Не просто в качестве блюда В качестве интерактивного какого-то Различные, разные кулинарные впечатления Можно испытать Так, что касается остального Что можно у нас делать И что у нас, в общем-то, делается Уже очень давно Это все спортивные виды спорта Водные виды спорта Экскурсии, активный отдых Здесь можно и на параплане, и на гидросамолете И на подводной лодке И на рыбалке И на дайвинг, и на снорклинг Все это можно организовать Будучи на Мальдивах Про джива спа я уже рассказывала Это, опять же, здесь, в данном отеле Это еще больше, скажем так, еще роскошнее Потому что тут огромный спа-павильон Несколько спа-процедурных кабинетов И огромная аэрведическая комната Где делаются процедуры аэрведа традиционные Что касается свадебных церемоний Здесь тоже широкий выбор Можно и сделать И на... У нас есть павильон, где мы делаем Саму, собственно, свадебную церемонию И различные ужины И вообще, несмотря на то, что остров Сам по себе такой супер-небольшой У него много-много таких, как Hidden Gems Скрытых таких маленьких уголочек Где можно сделать уникальный ужин Это может быть на пляже Такой сетап со свечами Либо это может быть в лагуне Когда ножки в лагуне Они сидят за столом Либо это может быть на плавающем понтоне Либо это может быть... У нас есть такая вот платформа на дереве Называется у нас тоже такой опыт Топ-3, да, на верхушке дерева Ужин на верхушке дерева Там такая платформа накрывается И в районе тоже как бы они изолированы Сверху сидят в таких джунглях Среди кокосов И наблюдают за океаном индийским Там можно организовать у нас такой ужин Соответственно, хорошие у нас действительно отзывы И на TripAdvisor, и на Booking.com Очень хорошие отзывы Я сама недавно читала Потому что пытаюсь тоже отслеживать Смотреть, что как И смотрела, конечно, в первую очередь Негатив, смотрю, что пишут, что жалуются Странные иногда бывают жалобы Это все индивидуально Но что я, наверное, могу сказать В защиту каких-то там отзывов Что, например, раковина Конечно, это того поколения все сделано Но оно в таком хорошем состоянии И это такой уютный остров И такие уютные, экзотические Реально такие виллы Когда гость чувствует себя там, где он должен быть На Мальдивах Не где-то там в урбанистическом пространстве А действительно в таком В очень уютном и роскошном отеле Кстати, опять же, недавно в этом году Я делала рассылку У нас есть такая очень авторитетная премия Reader's Choice Condé Nast Traveler Ой, сердечки, мне очень приятно Есть такая Reader's Choice И Touch отели Оба отеля вошли в лист Из 40 отелей Которые были выбраны Среди всех-всех-всех отелей На Мальдивах и на Сейшелах Вот наши отели заняли 8, 8 и 17 место Touch 8, Coral Reef 17 Среди всех там выбранных клиентами Конечно, это, можно сказать, не первое Но это, опять же, все настолько индивидуально И куча-куча отелей Конкуренция огромная И с каждым годом Touch все-таки Держит свои позиции Не уступает, а даже превосходит В качестве обслуживания В качестве сервиса Питание, просто спа Это вот то, что никто не может достичь Можно построить, конечно, суперновые виллы И это вот как новый айфон Он постоянно обновляется Ты не можешь за ним гнаться Бесконечно Он постоянно новым выходит А тут получается, что Многие новые отели сейчас выходят вперед Потому что они просто только построились Но Мальдивы Это не просто там номер Не просто ванна Это ощущение, что ты в экзотике В раю Что о тебе заботятся Тебя кормят За тобой ухаживают А вообще в Индии гостеприимство Стоит на первом месте Для них Есть даже такое выражение Наш гость – это бог Это в Индии так принято И, конечно же, на наши мальдивские отели Тоже перенесено вот это вот ощущение того Что о гостях заботятся Как о богах То есть их там в буквальном смысле Носят на руках Кстати, хочу сказать, что у нас У нас в Touch Exotic есть патлер У каждого номера И, соответственно, опять же Это очень удобно Потому что у человека Всего лишь один контакт С кем он коммуницирует в отеле То есть тоже можно на это обратить внимание Так, что еще я не рассказала Посмотрим А, ну вот и Unique Selling Point Это как у нас, да Какие у нас уникальные Как я сказала, что батлеры есть Виллы У нас есть программа Touch Kids Каждый день есть какие-то активности для детей Она у меня есть Если нужно, я ей могу поделиться Косметика, которая стоит в номерах Это Molten Brown Это такой британский бренд У нас не во всех лакшери Отленут контракт с этим брендом Косметика, которая в SPA Это наша собственная косметика Giva Spa Соответственно, все очень высокого уровня В этом отеле Все соответствует качеству И уровню 5 Deluxe Что касается Так, SPA я сказала Витя сказала Вроде, наверное, все так рассказала Ой Презентация И, наверное, еще хочу показать видеоролик Который, опять же, так Расскажет чуть-чуть побольше, чем слова Если я что-то вдруг забыла То обязательно мне пишите Спрашивайте Я всегда на связи Сейчас я покажу Последний наш ролик Что-то не идет Нужна помощь О, пошло Спасибо 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 Если остались вопросы Буду рада ответить Благодарю всех Кто слушал за внимание Очень рада была Рассказать Напомнить Как-то показать себя Если кто-то И кому-то будут вопросы Всегда рада Спасибо Спасибо Мы все о нем сейчас мечтаем Все ждем Я надеюсь Что мы сможем В следующем году Еще и туров побольше Ознакомительные сделать Что агентства С нами К нам тоже смогут Приехать Посмотреть Мои контакты Наверное, есть Вот у AnnexTour Можно взять Буду рада всегда помочь Ответить на вопросы Все видео у нас тоже есть Но, собственно, как и у наших партнеров Все можно всегда Мы Как бы я начала Приступила к работе Не так давно Но мы стараемся Как можно быстрее Все материалы перевести Все, что есть в отеле на русский Сейчас у нас меню мы перевели Переводим сейчас спа-меню В общем, все будет еще лучше Очень-очень ждем Если будут запросы Дайте нам шансы Мы попробуем Вас не подвести Сто процентов Спасибо вам большое Также всех участников Ведущих На сегодняшнем вебинаре В нашем третий день Марафона с ательерами И по направлению Мальдивы Я благодарю Я благодарю, что вы участвуете Что вы приходите на эти вебинары И делитесь с ними И получаете много полезной информации Эмоций Присоединяйтесь к нам На следующей неделе По отелям Дубай Парксен Резорт У нас будет Вебинар от компании Анекс Тур По направлению ОАЭ Мальдивы Египет Доминикана Розыгрыш Вместе с представителями Атели Рикса С Эмираты Розыгрыш проживания Присоединяйтесь Участвуйте Всем желаю удачи Хороших эмоций Хорошего настроения Записи у нас все доступны На сайте В разделе Вебинары Архив вебинаров Там прикреплены ссылки На ютуб канал Этот вебинар Также будет в записи Поэтому Всем желаю Хорошего дня Выходных И берегите себя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...